Попробуем. Ну, это, знаете, это был все-таки... Кстати, мне вот по ощущениям не громко. Вот у меня в наушниках звук есть, мне не сказать, что это громко. Поэтому для игры все-таки звук ходов нужен, особенно когда играешь в лиц. Почему у меня идет время? Так, что происходит? У меня идет время. Я играю с международным мастером Роузеном. И у меня идет время, но интернет вроде бы у меня работает. Давайте перезагружу ческом. Я думаю, что ческом не будет. Интересно, это только у меня так? Все печально. С титульником, вообще с ческом. О! Ну, елки-палки, мы им просто потратили полминуты времени на то, чтобы начать сделать какие-то ходы. Так, у нас Крайлсбад. Играю с очень сильным международным мастером и известным стримером. Кстати, он играет вариант со слоном на Д6. Это нетипично. Это как-то атипично. Так, отличная схема. Ну ладно. Далее, да, да, далее. Я вообще не буду играть здесь. Это первый вопрос о Крайке H3. Не будем играть уже в 5 как-то. Можно сейчас конем на Е2, наверное, было более логично здесь пойти конем на Е2. Ну и что, будем теперь как-то проводить атаку пешечного меньшинства. Давайте попробуем еще уходу, где бы один стоит. Мы both are kind of getting our so-called ideal setups. Typical Карлсбад structure. Так, в чем здесь вообще суть позиции, да? То есть обычно играет со слоном на Е7. Здесь он играет со слоном на Д6. В чем подвох? Кто знает. Здесь нет плана с конем на Е4. В общем, что здесь подвох. Этого плана здесь нету. Ладно, сэрировку сделаю. Здесь, если я возьму А4, он Б4. Таргет. Как сейчас. Я имею в виду, А4 может быть. А4, Б4. Это становится жарко. Да, так что, паун был защищен. Я имею в виду. Он висит на С6. О, паун был не защищен. Ну, не факт. Ну, это не точно, да. Ну, пешку должен как-то защищать. Не хочу взять слишком много времени. Если Ферзь Б7, я могу пока ладья ФЦ1 сыграть, да? Я думаю, я играю РКСЕ8. А так? УДС для битов. Франчный Салмон с прайм-суб. Так, 25. Я съем, он конь С5. Полюска. Но, на счет. На и4 есть, когда он takes takes, я уничаю Бишопа, я приготовил Б3, я attack на Нейте, я win на паун. Нейте не может быть взят, если я встану. Я буду сказать, это легче дарить аромы на этой интерфейс чем на прошлой левой борт. И мы можем дарить илегал аромы, too. Ну, у меня конь провисает, да? Ну, кстати, можно было один раз победить, но там наш 2-дай весело. Поэтому показываешь тим коня? С-5. Спасибо, Мелланд и Шатан. Для того, вау. Блин, это реально... Это вибрация к А. Ой, а знаете, какой был классный ход? Может, и не было. Конь Б4 же был ход. Ой, я слон Ф5. Блин, слон Ф5 же не сегут. Да, тут я, конечно, по времени слишком оптимистично сыграла. Да, ладно, сдаемся. Все так спрашивают, вы действительно хотите сдаться? Ну, вот здесь, мне кажется, что я могла сыграть... Я не знаю точно, где Б4 вот тут. Был интересный ход. Не знаю, кто-то его оценивает. Не, он говорит, что это ничего не давало. Но нужно было сделать единственный ход в ферзи А8, и тогда у черных там был бы полный порядок. Ну, а во всех других случаях, то у дико-сих, нам было бы нормально. Да, но форумы Эрико, конечно, зря дали. Да, не знаю, если я фан этого неон-блюда. Ну, давайте вернемся к турниру. У нас очень сильный состав, как всегда. Да, вижу Сергей Жигалко, и Баду Джабава, и Левин, и Гига Парадзе, Григорий Апарин, Александр Маскаленко из наших. Вот Беца, наш сербский друг, тоже здесь бьется. А Дмитрий Андрейкин, Санан Сюгиров. Где у нас дорогой Хикаровка? Я его не вижу, но он точно здесь где-то есть. Точно плавает. Да, но мы Эрику, конечно... Есть, кстати, Эрик Роузен, а есть Эрик Хансен. Эрик Роузен, как видите, международный мастер, да, из США. А Эрик Хансен, гроссмейстер. Оба не подарки. Здесь я, конечно, растерялась в дебюте. И давайте-ка я вспомню, как тут надо играть, потому что я что-то не по времени забыла, и по позиции тоже. Вот этим ходом слон на Д6 он меня немножко озадачил. В Доммитрии так же никто не играл. Вот конь Ф3, это... Да, 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 правильно. Тут я сделала ход конь Ф3 и поняла, что это ход не туда. Здесь, конечно, надо выбрать конь Е2. Конь Е2, и тогда... У меня очень комфортно есть там потом дотупление слоном на Ж3. И конь на Ж3 придет и будет дальше, куда на Е5. А я сыграла так. Ф1 Е6, Ферд С2. По шаблону. Немножко ровный в 3 ход, неудачный. Да, здесь уже у черных очень комфортная позиция. Ферд П8. Ф4, Ф5, это правильный ход. И, конечно же, здесь я тоже понимала, что ход Б8 не хороший, но что-то не выдержала душу, поэтому это... Надо было, конечно, спокойненько стоять. Проблема в том, что в H3 не сделаешь ход из-за того, что Ж5 надо считаться, там, с ЛЖ3, СЛЖ8, это ход коварный довольно-таки. Вот, может быть, компьютер рекомендует король Ш1 вообще в какой-то момент пойти, ну, либо более естественный ход возле F на C1. И вполне нормальная у белых позиций, но похуже, кстати. Да, а я тут получила сразу же вот B4, и это все, конечно. Вот, ладец 8, и он ошибся. И мне надо было здесь сыграть СЛЖ3 и снять давление с пешки H2. И вроде бы еще ничего. Ну, я сыграла так, и это после хода K4, и K4, это сильный ход очень. Сразу проблемы здесь. СЛЖ5, и тут просто моя позиция не очень. Ну, вот ход K4, ресурс хороший, но на 20 секундах я его увидела, к сожалению, не сразу. Ну, да, ладно. Это был такой первый блин. Слава богу, что хотя бы стрим идет. И ОПС работает, и Чизком... Почему вот интересный Чизком всегда? Со мной так шутит. Я вот пытаюсь как-то с ним подружиться, а он со мной все равно балуется. Да, Хикару я вижу, что выиграл свою партию и присоединился к группе лидеров. Джеффри Шонг. США очень представительный, конечно, сейчас в шахматах. Очень... Да, очень серьезный. Много сильных шахматистов. Ну, и другие страны, которые традиционно у нас... Севаким, Сарлингсон. Тоже.